Мы озвучили историю детей и подростков, которые не могут сделать это лично. Недавно мне исполнилось 17 лет, а терапию я принимаю с 8. Фактически я сама догадалась о том, что у меня ВИЧ-инфекция. Тогда я спросила у родителей, и оказалось, что я права. Мы в семье решили, что лучше не распространяться о моем заболевании, потому что люди почти ничего о нем не знают и не всегда готовы общаться с такими, как я. Я стараюсь говорить только тому, кому доверяю. Не хочу лишних разговоров за спиной. Когда я рассказала о диагнозе близкой подруги, с которой мы дружили 7 лет, она стала меня избегать. Я реально парюсь, когда знакомлюсь с девушками. Я понимаю, что мне придется раскрыть свой ВИЧ-статус. Особенно неприятно, когда врачи не знают много о ВИЧ-инфекции. Однажды они отказались меня принять. Главное для меня и для всех, кому сообщили о диагнозе ВИЧ-инфекции, это не бояться и не замыкаться в себе. Мне очень интересно, что будет, когда я вырасту. Нужно будет продолжать пить таблетки или, может быть, принимать какое-то другое лекарство. Жизнь одна. Мы живем всего 20 тысяч дней. И за это время надо все успеть прожить. Я, например, люблю танцевать. И каждый раз, выходя на сцену, я очень волнуюсь. Я уверена, ничто не помешает мне создать хорошую семью, стать матерью и получить профессию мечты. Короче, надо продолжать жить и делать все для этого. Прежде всего, принимать лекарства, и тогда все пойдет в лучшую сторону. Вся жизнь впереди. По-любому. Субтитры создавал DimaTorzok